всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые носочки данные носочки мы с вами будем вязать ну вот я буду вязать на круговых спицах способом magic loop вы можете вязать эти носочки на пяти чулочных спицах по передней части носочка у нас будет идти вот такой вот очень красивый узор задняя часть носочка пятка и подошва у нас связаны вот резинкой просто два на два отдельно хочу обратить внимание на пятку то есть вот так она у нас смотрится такая идет анатомическая пятка вяжется по принципу вязание пятки стронг и пятки бумеранг и вот такая красота в итоге у нас с вами должна получиться сейчас свои носочки в мастер классе я буду вязать на размер ноги где-то 37 38 но в любом случае в процессе вязания я вам объясняю подробно как эти носочки можно связать на больший размер ноги если кратко то вот здесь когда мы полностью вы вяжем нашу вот эту пятку расстояние от пятки до мыска это то расстояние которое мы вяжем просто ровным полотном этим провязанным расстоянием и и регулируем размер этих носочков что касается количество петель и если вы будете вязать из аналогичные пряжи то я рекомендую использовать для набора это же количество петель если вы эти носочки будете вязать на размер больше 40 то просто можно взять спицы на пол размера больше я вяжу свои носочки в мастер-классе спицами 3 миллиметра то есть можно взять спицы 325 или три с половиной тем самым полотно получится связано будет более свободно и носочки получится на размер вот больше сорокового если к примеру вы будете взять из какой-то другой пряжи то количество петель которые вы должны набрать мастер-классе это я вам подробно также рассказываю свои носочки сейчас мастер-классе я буду вязать из пряжи alize lana gold метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм двести сорок метров расход пряжи я вам сейчас подпишу на экране поэтому друзья надеюсь вам нравятся данные носочки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязать носочки и я буду с резинки и резинку я буду вязать круговыми спицами 3 миллиметра сейчас для вязания нашей резинки на спицы мы должны набрать количество петель кратное 8 я сейчас набираю 48 петель плюс одна петля для того чтобы соединить вязание в круг то есть набираю 49 петель на 2 круговые спицы для того чтобы наборный край был эластичный петли я набрала аккуратно одну спицу я сейчас вот вытаскиваю и теперь мы будем соединять вязание в круг для этого мы наши петли должны разделить напополам я чисто вот визуально складываю их напополам и вот между вот нашими петлями в середине вынимаю леску и вот вторую часть петель подвигаю на противоположный край круговой спицы то есть вот таким образом сейчас выглядит мое вязание так сейчас получается в правую руку я беру ту спицу на которой расположены кончики нитей ну и соответственно вот у меня идет 2 спица в начале мы должны соединить вязание в круг для этого я возьму чулочную спицу и сейчас получается одну петлю с левой спицы я аккуратно вот переснимаю на правую круговую спицу после чего подхватываю последнюю набранную петлю это та петля на которой расположены кончики нитей эту петлю я сейчас протягиваю и спускаю вот через только что переснятую петлю с левой спицы кончики подтягиваю после чего петлю которую мы переснимали с левой спицы эту петельку я обратно возвращаю на левую спицу то есть вот мы соединили вязание в круг если вам более удобно вязать носочки на чулочных спицах можете соответственно эти петли распределить на 4 чулочных спицы теперь смотрите вот идет моя правая спица я эту спицу вот вытаскиваю образуя получается петельку с одной и со второй стороны из лески и сейчас я сразу буду приступать к вязанию резинки резинку я буду вязать 2 на 2 начинать вязать эту резинку я буду с 2 изнаночных петель поэтому я провязываю сейчас 2 петли изнаночных 2 петли лицевых 2 изнаночных петли 2 петли лицевых 2 изнаночных то есть вот одна изнаночная петля и сейчас еще одну петлю я провяжу изнаночной на правую спицу то есть вот с помощью чулочные спицы 1 еще изнаночная петля так и эту петлю я переснимаю вот на правую спицу так одну часть петель я провязала теперь получается вот идет моя правая спица правой спицы у нас будет считаться то спица на которой вот расположена нить от моточка то есть последняя провязанная спица теперь вот эту спицу я вынимаю опять образуя петельку из лески и дальше продолжаю вязать вторую часть петель то есть закончили вязание мы провязывая 2 петли изнаночных поэтому сейчас я провязываю 2 петли лицевых 2 петли изнаночных и опять 2 петли провязываю лицевых 2 петли изнаночных 2 лицевых петельки и 2 петли изнаночных это мы провязываем до конца 1 круговой ряд провязывая резинку 2 на 2 конце ряда 2 петли изнаночных 2 петли лицевых это мы провязали с вами вместе 1 круговой ряд опять получается вязание вот я разворачиваю так это у меня идет наборный кончик нити подвигаю это вязание то есть вот снова у меня идет правая спица это та спицы на которая расположена нить от моточка и левая спица вот вынимаю правую спицу образуя петельку из лески так и дальше сейчас я буду продолжать вязать резинку 2 на 2 то есть вот изнаночные петли я провязываю изнаночными лицевые петли провязываю лицевыми то есть начиная со 2 ряда мы будем провязывать сейчас все петли по рисунку изнаночные петли провязываем изнаночными лицевые лицевыми все петли мы всегда будем провязывать за правую стенку каждый из этих петель для того чтобы полотно было ровной и петли были не перекручены то есть вот у лицевой петли правая стенка расположена перед работой у изнаночные петли правая стенка в моем случае расположена за работой повторюсь что эти петли можно распределить на чулочные спицы то есть таким образом я сейчас по кругу провяжу необходимую высоту резинки то есть вот провязывая сейчас все петли по рисунку то есть вывязываю резинку 2 на 2 и так вот я провязала резинку для наших носочков высота этой резинки равна 20 провязанным рядом сейчас измерю провязанный участок в сантиметрах но вначале давайте распределим наши петли значит смотрите на спицы я набирала 48 петель сейчас по передней части носочка это там где у нас будет идти верхняя часть я буду вязать узор а по задней части носочка там где впоследствии у нас будет еще идти и пятка я буду продолжать вязать резинку 2 на 2 и сейчас вот с 1 наши вот здесь спицы будет пускай считаться лицевая сторона то есть верхняя часть носочка сзади будет идти та часть где мы впоследствии будем вывязывать пятку и для того чтобы сейчас ровно хорошо вписаться в раппорт узора и ровно распределить это количество петель так чтобы все смотрелось красиво и гармонично мы сейчас с вами должны значит одну изнаночную петлю провязать на вот заднюю спицу это на ту спицу где у нас будет идти пятка то есть так чтобы вот наше вязание начиналось сейчас не с двух изнаночных петель а вот одна изнаночная петля 2 изнаночная петля будет далее идти на подошве так значит 48 петель мы делим на две части это получается на вот в двух спицах у меня должно располагаться по 24 петли значит начинается вязание у меня с одной изнаночной петельки и вот мы отсчитываем 24 петельки и у нас сейчас получается что одну изнаночную петлю мы также с другой стороны ну вот в моем случае я отдаю на обратную спицу то есть у меня сейчас вязание и начинается с одной изнаночной петли и заканчивается вот здесь одной изнаночной петлей то же самое на второй спице и вот на спицах у меня расположена получается 24 и 24 петельки так и смотрите высота резинки в моем случае вот равна ну где-то около 7 сантиметров и я сразу сейчас приступаю к вязанию первого ряда это идет передняя верхняя спица там где мы вяжем узор поэтому я сейчас провязываю вот одну петлю изнаночную одну изнаночную петлю я провязала далее смотрите у нас идут 2 лицевых 2 изнаночных и 2 лицевых петли мы сейчас будем делать обвите 6 петель и мы сейчас должны вот первую именно лицевую петлю развернуть так чтобы правая стенка располагалась за работой после чего получается вот 2 2 и 2 между 6 и 7 петлей я вставляю спицу захватываю нить вынимаю вот длинную петельку эту длинную петлю я сейчас переснимаю на получается левую спицу так чтобы у этой длинные петли вот правая стенка располагалась также за работой после чего 2 петли то есть длинная петля плюс петля которую мы перевернули я за заднюю правую стенку этих две петли так вот провязываю сейчас в месте лицевой петлей 2 петли спускаю с левой спицы после чего провязываю одну еще лицевую петельку 2 петли изнаночных 2 петли лицевых и вот одна петля изнаночная это я провязала один раппорт узора в ширину дальше этот рапорт я буду повторять 1 петля изнаночная лицевую петлю я переворачиваю так чтобы правая стенка располагалась за работой после чего вот 1 2 3 4 5 6 между 6 и 7 петли вставляю спицу захватываю нить вынимаю длинную петельку эту длинную петлю я одеваю на левую спицу так чтобы правая стенка этой длинной петельки вот располагалась за работой после чего две петли я провязываю вот за заднюю правую стенку 2 петли вместе лицевой петлей провязала после чего провязываю одну лицевую петлю 2 петли изнаночных 2 петли лицевых 1 петля изнаночная это я провязала уже второй раппорт узора в ширину еще раз 1 изнаночная петля лицевую петлю я разворачиваю так чтобы правая стенка располагалась за работой между 6 и 7 петли вставляю спицу вынимаю длинную петельку так и за заднюю правую стенку две петли провязываю вместе лицевой петлю и после чего провязываю одну лицевую петлю 2 петли изнаночных 2 петли лицевых 1 петля изнаночная это я провязала вот наш узор на первой спице вязание разворачиваю на обратную сторону на ту сторону где у нас будет идти пятка и подошва и здесь мы сейчас с вами будем провязывать все петли по рисунку то есть здесь я сейчас продолжаю вязать резинку 2 на 2 провязывая 2 петли вот изнаночных 2 петли лицевых и так вот я довязала до конца 1 круговой ряд приступаем сразу к вязанию 2 ряда и сейчас во втором круговом ряду я провязываю вот одну петлю изнаночную 2 петли лицевых 2 петли и изнаночных 2 петли лицевых то есть во втором круговом ряду мы сейчас с вами будем провязывать все петли по рисунку то есть продолжаю вязать резинку 2 на 2 и на 1 и на 2 спицы так сейчас довяжите до конца второй круговой ряд второй круговой ряд я довязала до конца приступаю к вязанию 3 кругового ряда и в третьем круговом ряду я сейчас провязываю вот одну петлю изнаночную 2 петли лицевых 2 петли изнаночных 2 петли лицевых то есть третьем ряду мы сейчас с вами также продолжаем вязать резинку 2 на 2 то есть провязывать сейчас в третьем ряду мы будем все петли по рисунку 3 круговой ряд я довязала до конца приступаю к вязанию 4 ряда или в четвертом ряду я провязываю опять одну петлю изнаночную 2 петли лицевых 2 петли изнаночных 2 петли лицевых то есть провязывая все петли по рисунку довяжите до конца четвертый круговой ряд и так я довязала до конца 4 круговой ряд приступаем к вязанию 5 кругового ряда и в пятом круговом ряду мы также сейчас провязываем все петли по рисунку то есть дальше продолжаем вязать резинку 2 на 2 я довязала до конца 5 круговой ряд приступаю к вязанию 6 кругового ряда и в шестом круговом ряду я также провязываю сейчас все петли по рисунку то есть продолжаю вязать резинку 2 на 2 приступаем к вязанию 7 кругового ряда в седьмом круговом ряду я сейчас также провязываю все петли по рисунку то продолжаю вязать резинку 2 на 2 и так вот мы с вами сейчас провязали одно обвитие петель и после этого обвития еще провязала 6 рядов провязывая все петли по рисунку то есть всего 7 рядов теперь в восьмом круговом ряду мы будем снова делать обвитие петель только это обвитие мы сейчас с вами будем делать в шахматном порядке поэтому вяжем 8 круговой ряд и я сейчас провязываю одну петлю изнаночную 2 петли лицевых 1 петля изнаночная то есть в начале ряда это идут 4 петли симметрии и дальше начинается рапорт нашего узора 1 петля изнаночная и вот идут следующих 6 петель это 2 лицевых 2 изнаночных и 2 лицевых петельки я сейчас разверну лицевую петлю сделаю так чтобы правая стенка располагалась за работой после чего мы будем делать обвитие этих шести петель между шестой и седьмой петлей я вставляю спицу захватываю нить вынимают длинную петельку эту длинную петлю я одеваю сейчас на левую спицу так чтобы вот правая стенка петли этой длинной также располагалась за работой после чего длинная петля плюс следующая лицевая петелька то есть вот за заднюю правую стенку этих две петли я провязываю вместе лицевой петлей и дальше я провязываю одну лицевую петлю 2 петли изнаночных 2 петли лицевых 1 петля изнаночная это я провязала 1 раппорт узора в ширину и здесь сейчас мы будем вязать 2 раппорт узора то есть вяжем сейчас одну петлю изнаночную 1 2 3 4 5 6 петель первую лицевую петлю я разворачиваю между 6 и 7 петлю я вставляю спицу захватываю нить вынимаю длинную петельку так петлю эту длинную одеваю на левую спицу после чего провязываю 2 петли в месте лицевой петлей за заднюю правую стенку и далее провязываю одну лицевую петлю 2 петли изнаночных 2 петли лицевых 1 петля изнаночная это я провязала 1 раппорт узора в ширину и в конце ряда у меня идут петли симметрии 1 изнаночная петля 2 лицевых 1 петля изнаночная вязание я разворачиваю на обратную сторону и здесь на обратной стороне мы сейчас провяжем резинку 2 на 2 то есть петли вяжем здесь по рисунку 1 изнаночная 2 лицевых 2 петли изнаночных 2 петли лицевых это мы с вами сейчас довязываем до конца 8 круговой ряд и вот смотрите мы с вами сейчас провязали резинку 20 рядов дали в первом ряду мы с вами сделали первое обвитие наших петель после чего провязали по рисунку получается вот 2 3 4 5 6 и 7 ряд то есть мы после обвития провязали 6 рядов провязывая все петли по рисунку далее в восьмом ряду мы снова сделали обвитие этих петель но в шахматном порядке теперь мы самостоятельно должны провязать участок просто провязывая все петли по рисунку 9 10 11 12 13 и 14 ряд то есть новый мы вяжем 6 рядов провязывая все петли по рисунку и вот смотрите 14 рядов это и есть раппорт нашего узора высоту то есть дальше мы будем повторять наш раппорт узора снова с первого ряда то есть далее мы снова вяжем первый ряд ну или это получается 15 ряд на нашем полотне и в этом получается пятнадцатом ряду мы делаем точно такой же обвите как и в первом ряду то есть первый ряд равен пятнадцатому ряду после чего опять мы 6 рядов вяжем все петли по рисунку то есть 16 17 18 19 20 21 то есть вот 6 рядов по рисунку после чего если необходимо мы снова делаем обвитие петель точно так же как и в восьмом ряду то есть если необходимо то есть 22 ряд у нас провязывается точно так же как мы провязывали и вот здесь восьмой ряд то есть делаем обвитие шахматном порядке то есть таким образом мы сейчас вывязываем всю необходимую высоту носочка до пятки провязывая то количество раппортов которые вам необходимо исходя из вот высоты носочка который вы хотите в итоге получить и так вот я провязала сейчас необходимую высоту носочка до пятки и здесь у меня провязана ну вот получается полтора раппорта узора один раппорт узора равен 14 провязанных рядов я сейчас закончила вязание провязав получается сейчас вот 22 ряд то есть у меня идет раз два три 4 обвитие петель 1 2 3 и вот 4 обвитие петель то есть если бы я сейчас довязывала полный раппорт узора то мне нужно было бы сейчас провязать просто вот провязывая все петли по рисунку 6 рядов ну вот я заканчиваю сейчас вязание вот на двадцать втором ряду но мы дальше естественно сейчас будем продолжать вязать узор по передней части только сейчас на данном этапе начиная вот с двадцать третьего ряда я буду на пятки начинать делать прибавление петель но и сейчас давайте вот именно перейдем на ту спицу где мы будем вязать пятку мы сейчас с вами должны выделить 2 центральных петельки так давайте посмотрим изнаночные лицевые изнаночные лицевые и вот в данном случае у меня получается что 2 центральных петли на вот 2 спицы это получается 2 изнаночных петельки относительно этих двух изнаночных петель я сейчас и буду прибавлять петли для нашей пятки поэтому сейчас вязание я разворачиваю получается вот на переднюю спицу первую и здесь я сейчас продолжаю вязать получается двадцать третий ряд то есть давайте для наглядности здесь сейчас мы подведем черту так и сейчас вот мы приступаем к вязанию двадцать третьего ряда то есть мы сейчас опять продолжаем вязать все по схеме то есть 23 24 25 26 27 28 ряд то есть 6 рядов на верхней спицы мы будем сейчас провязывать просто все петли по рисунку и в двадцать девятом ряду мы снова будем делать обвитие петель так но это касается первой спицы здесь мы еще дополнительно также подведем черту и сейчас вот в двадцать третьем ряду на 2 спицы мы будем делать первое прибавление для нашей пятки то есть будем делать прибавление первое единственное давайте еще измерим провязанный участок в сантиметрах то есть на данном этапе общая длина равна вот где-то примерно 15 сантиметров то есть на первой спице я вот провязываю сейчас по рисунку все петли так вот я довязываю петли с первой спицы и перехожу на вот вторую спицу там где мы сейчас будем формировать пятку в начале я провязываю вот резинку два на два до первого маркера лицевая лицевая маркер 1 перебрасываю на правую спицу и сразу после первого маркера мы будем прибавлять одну петлю после первого маркера прибавлять петлю я буду следующим образом то есть я беру вот нашу ниточку вот идет длинная нить и эту длинную нить я перекручиваю сейчас вот по вверх скажем так нижней этой нити вот в правую сторону то есть вот таким образом образую петельку и эту петлю я сейчас набрасываю на правую спицу я прибавила сейчас одну петлю дальше вот здесь две этих петли я по-прежнему продолжаю вязать изнаночными петлями и перед вторым маркером я также буду прибавлять одну петельку то есть также беру нашу нить только сейчас вот нить то есть вот отма . я перекручиваю вот в обратную сторону так чтобы сверху лежала вот это более короткая нить а нить отма . располагалась сзади то есть и вот эту нашу петлю накидываю сейчас на правую вот спицу то есть один раз мы перекручиваем сюда а второй раз мы перекручиваем вот в эту сторону надеюсь понятно то есть вот мы с вами сейчас сделали прибавки и в центре у нас уже расположено 4 петли и я довязываю сейчас этот ряд до конца провязывая резинку 2 на 2 прибавлять петли мы будем через один ряд то есть первый ряд мы с вами провязали с прибавкой следующий второй ряд мы будем провязывать все петли по рисунку единственное сейчас я вам покажу как мы будем провязывать петли вот как раз таки наши пятки там где мы будем сейчас прибавлять петельки то есть петли на первой спице я провязываю вот как обычную резинку 2 на 2 так 2 лицевых 2 петли изнаночных то есть так провяжите сейчас петли до первого маркера провязывая резинку 2 на 2 так вот я довязала до первого маркера так маркер я сейчас перебрасываю на правую спицу и вот идет первая прибавка здесь смотрите в этой центральной части где мы сейчас будем вывязывать пятку мы также будем вязать резинку 2 на 2 но ориентируемся мы как раз таки на 2 изнаночных петли которые мы выделили в центре то есть относительно 2 изнаночных петель мы сейчас будем дальше в левую и в правую сторону формировать резинку 2 на 2 поэтому вот в данном случае вот эту первую прибавку я должна провязать вот за заднюю стенку вот лицевой петлей то есть вот одна петля лицевая вот дальше идут две наших центральных изнаночных петли поэтому 1 изнаночная петля 2 изнаночная петля и нашу следующую прибавку в данном случае мы также сейчас должны провязать лицевой петелькой только за переднюю стенку этой петли я провязываю одну петлю лицевую то есть сейчас когда мы в третьем ряду прибавим петлю и в четвертом ряду мы будем снова провязывать все петли по рисунку прибавку которую мы будем делать в третьем ряду мы также провязываем лицевой петлей с одной из другой стороны дальше это получается третья прибавка и четвертая мы будем провязывать изнаночной петлей ориентируясь еще раз на две центральных изнаночных петельки то есть на вот эти боковые петли мы сейчас не смотрим их мы вяжем просто по рисунку провязывая вот резинку обычную 2 на 2 и по передней части не забывая в нужных рядах делать обвитие петель то есть мы провязали петли в центре так и сейчас вот заканчиваю вязать получается 2 круговой ряд то есть ряды я сейчас подсчитываю относительно вот именно наши пятки то есть вот первый ряд мы провязали с прибавкой второй ряд провязали просто все петли по рисунку сейчас будем формировать и вязать третий ряд и в третьем ряду мы снова будем прибавлять одну петлю для пятки ну относительно вот здесь узора у нас это будет сейчас связаться двадцать пятый ряд 2 ряд я довязала до конца приступаю к вязанию 3 ряда на пятки ну или 25 ряда по передней части и здесь сейчас я провязываю снова все петли по рисунку то есть вяжу резинку 2 на 2 так мы вяжем эту резинку до 1 маркера и вот я довязываю до 1 маркера маркер сначала перебрасываю на правую спицу и теперь вот сразу после первого маркера получается в третьем ряду мы будем прибавлять снова петельку то есть я беру нить и эту нить вот перекручиваю вот таким вот образом правую сторону то есть вот наша нить от ма . лежит сверху относительно вот этой задней нити и эту вот нашу петлю я набрасываю сейчас на правую спицу то есть я сейчас прибавила одну петлю после первого маркера дальше продолжаю вязать вот эти центральные петли провязывая их также по рисунку то есть в данном случае одна лицевая петля 2 изнаночных петли 1 петля лицевая и вот сейчас я перед вторым маркером также должна прибавить петлю я беру нить и перекручиваю вот под эту более короткую нить вот длинная нить от ма . расположена сзади вот образую петельку и эту петлю сейчас набрасываю на правую спицу то есть вот я прибавила одну петлю после первого маркера и одну петлю после 2 маркера так и вот я сейчас соответственно довязываю до конца третий ряд четвертый ряд мы сейчас также будем провязывать все петли по рисунку то есть вот четвертый ряд сейчас провяжите также самостоятельно провязывая все петли по рисунку до первого маркера еще раз покажу как мы будем провязывать сделанные прибавки на наши пятки лицевая петля и вот в четвертом ряду я довязала получается до первого маркера маркер перебрасываю на правую спицу и сейчас вот по рисунку сделанную прибавку я должна провязать снова лицевой петлей поэтому вот за заднюю правую стенку я провязываю сделанную прибавку лицевой петлю и дальше еще одна петля лицевая то есть вот 2 лицевых петли 2 петли изнаночных и вот 2 петли лицевых вторую прибавку я провязываю лицевой петлей за переднюю правую стенку то есть вот одна петля лицевая это мы сейчас с вами довязали до конца получается четвертый ряд пятый ряд сейчас провяжите самостоятельно не забывая делать прибавки после первого и перед вторым маркером то есть пятый ряд вяжем самостоятельно делая прибавление петель и встретимся с вами в шестом ряду около первого маркера я буду показывать еще раз как мы будем провязывать сделанную прибавку сейчас по рисунку получается в шестом ряду прибавки мы должны будем провязать не лицевой петлей а изнаночной поэтому пятый ряд вяжем самостоятельно встречаемся в шестом ряду около маркера и так вот я провязала пятый ряд и провязала шестой ряд до первого маркера маркер я сейчас перебрасываю на правую спицу и вот идет первая прибавка которую я делала вот в пятом ряду сейчас смотрите как я говорила мы формируем в центре также резинку 2 на 2 поэтому вот в центре у нас идут 2 изнаночных петли мы сформировали уже 2 лицевых петельки поэтому сейчас эту прибавку я должна провязать не лицевой петлей а изнаночной за заднюю стенку нашей вот этой прибавки я провязываю одну петлю изнаночную хорошенечко здесь подтягиваю ниточку и дальше вот провязываю 2 петли лицевых 2 петли изнаночных 2 петли лицевых и вот идет вторая прибавка в конце вот наши пятки и за переднюю стенку петли я провязываю эту прибавку по рисунку изнаночной петлей то есть опять получается это мы вяжем сейчас шестой ряд в седьмом ряду мы снова сейчас будем прибавлять петлю после первого и перед вторым маркером в восьмом ряду мы вот эти наши прибавки по рисунку будем провязывать также изнаночной петлей так чтобы у нас получилось рядом расположенных две петли изнаночных это получается в восьмом ряду 9 ряд снова делаем прибавку и в десятом ряду эти прибавки мы провязываем уже лицевой петелькой так это мы значит сейчас вот довязываем шестой ряд сейчас я буду приступать к вязанию получается седьмого ряда в седьмом ряду на наши пятки я снова буду прибавлять одну петлю и сейчас вот здесь по рисунку на верхней спицы я сейчас должна сделать еще и обвитие петель то есть в шахматном порядке это точно так же как мы с вами делали и самом начале то есть в первом ряду я сейчас получается буду вязать 29 ряд на первой спицы и седьмой ряд на пятки начнем провязывать этот ряд вместе то есть одна петля изнаночная и сразу делаем обвитие следующих шести петель то есть между шестой и седьмой петлей вставляю спицу захватываю нить вынимаю петельку так единственная лицевую первую петлю я переверну так чтобы правая стенка лицевой 1 петли располагалась за работой вытянутую длинную петлю я также переснимаю на левую спицу так чтобы вот правая стенка петли также располагалась за работой после чего вот две петли длинные плюс лицевая провязываю две петли вместе лицевой петлей еще одна петля вот лицевая дальше 2 петли изнаночных 2 петли лицевых 1 петля изнаночная то есть таким образом мы сейчас дальше продолжаем вязать носочек ориентируемся мы сейчас в первую очередь на количество прибавок вот здесь на нашей пятки в принципе для наглядности также можно расписать эти ряды на листочке чтобы не запутаться где мы делаем прибавки а где мы провязываем вот на первой спице обувите петель то есть я сейчас получается самостоятельно довезу до конца вот этот седьмой ряд на пятки двадцать девятый ряд на передней спице 1 дальше провяжу участок самостоятельно после чего когда на пятки я сделаю сейчас самостоятельно необходимое количество прибавок я подключусь покажу сколько я в итоге сделала прибавок и расскажу по какому принципу я делала эти прибавки то есть сколько всего мы должны прибавить петель и вот на пятки я сейчас сделала необходимое количество прибавок то есть вот таким образом сейчас выглядит моя пятка теперь давайте посмотрим по количеству провязанных рядов значит я провязала сейчас ну вот здесь я отмечала ряды которые я провязывала на пятки и через один ряд делала прибавление и здесь я сейчас закончила вязание провязав на пятки получается 22 ряд так и что касается вот здесь передней части где мы вяжем узор я здесь соответственно закончила вязание провязав сейчас сорок четвертый ряд и вот я продолжала делать обвитие петель вот в шахматном порядке теперь смотрите с учетом вот здесь сделанных прибавок в центре на пятки у меня расположена 24 петли то есть 22 ряда равняется двадцати двум петлям которые я прибавила так как прибавляли петли мы через один ряд но в начале и в конце скажем так вот этого ряда поэтому 22 петли плюс 2 изнаночных центральных петли которые мы изначально выделяли поэтому центральная часть пятки равна двадцати четырем петлям при провязывании как раз таки сейчас этих прибавок я ориентировалась на количество петель и здесь смотрите я делаю эти прибавки так чтобы ширина вот этого участка была равна тому же количеству петель которые у меня расположена ну вот в данном случае на одной спицы то есть смотрите на спицы я набирала вот здесь сорок восемь петель делили эти петли мы на две части то есть верхняя часть где мы вяжем узор и обратная сторона пятка ну или подошва делим на 2 получаем 24 петельки то есть 24 петли на одной и 24 петли на 2 спицы и сейчас когда я делала прибавление петель для пятки я ориентировалась также вот на вот это количество петель так чтобы это количество было равно тому количеству петель которые вот у нас расположены на одной спицы плюс-минус несколько петель можно корректировать скажем так исходя из ширины вашей ноги или подъема то есть к примеру если бы вы вязали на мужскую ногу то можно было бы провязать большее количество рядов на 2 или на 4 ряда то есть прибавляла бы я петли в этом случае до 26 ну или максимум до 28 петель то есть если мужская взрослая широкая нога я вяжу на среднюю ногу поэтому вот я ориентируюсь на это количество петель то есть прибавила я 22 петельки плюс 2 центральных и того 24 петли теперь смотрите с количеством петель которые мы должны прибавить я думаю здесь понятно мы с вами разобрались теперь мы будем вывязывать чашечку пятки для этого количества петель которые у нас расположены именно на пятки с учетом сделанных прибавок у меня их вот 24 я должна разделить на три части и это у меня получается 8 если к примеру у вас получается нечетное количество петель то это число вы должны разделить так чтобы боковые части состояли из одинакового количества петель ну и на центральную часть отдаем уже остальные петли ну вот в данном случае у меня сейчас получается 8 8 и 8 петель то есть вязание я сейчас держу вот это первый лицевой спицы вверх я приступаю к вязанию сейчас на первой спице вот здесь к сорок пятому ряду и сейчас я начинаю вязать чашечку пятки поэтому я сейчас на 1 верхней спице вот здесь провяжу все петли ну вот сейчас у меня получается по рисунку то есть продолжая вязать резинку 2 на 2 ну давайте вот провяжем самостоятельно сейчас участок до первого маркера и так вот я довязала до 1 маркера провязывая резинку 2 на 2 теперь мы с вами в начале вот маркер перебрасываем на правую спицу и сейчас провязываем 8 петель это петли 1 боковой части здесь мы сейчас вяжем все петли по рисунку с учетом сделанных прибавок у меня сейчас получается всего лишь вот идет с краю 1 изнаночная петля 2 петли лицевых 2 петли изнаночных 2 петли лицевых это раз два три 4 5 6 7 и вот идет 8 петля это петли 1 боковой части далее вяжем 8 центральных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петель я провязала далее захватываю девятую петельку провязываю ее изнаночной и вязание я сразу разворачиваю сейчас на изнаночную сторону вот первую петлю я снимаю то есть сейчас мы будем вязать только центральные петли постепенно захватывая по одной петельке от боковой части то есть вот наша идет первая петля теперь смотрите мы берем эту нить вот она у нас расположена за работой эту нить я перекручиваю на себя образуя вот такую двойную петельку из петли так то есть вот перетянули петельку вот она у нас идет и дальше продолжаю вязать резинку 2 на 2 то есть сейчас вот первый раз надо эти петли подсчитать далее мы будем ориентироваться на вот эти перетянутые петли то есть вот раз два три 4 5 6 7 8 9 это вот у нас шла здесь 9 петля плюс еще одна петелька лицевая вязание разворачиваю сейчас она лицевую сторону и вот смотрите с лицевой стороны первую петлю я снимаю и эту нить также перекручиваю на обратную сторону вот образуя такую двойную петлю и дальше продолжаю вязать центральную часть провязывая резинку 2 на 2 2 лицевых 2 петли изнаночных 2 лицевых 2 петли изнаночных то есть 1 изнаночная петля и вот идет как раз таки наша вот это двойная петелька вот она сразу видно эту двойную петлю я сейчас должна провязать вот сразу за две стенки этой петли вместе вот одной изнаночной петелькой то есть и далее провязываю плюс еще одну петлю от боковой части это у нас идет лицевая петля и за ней я сразу разворачиваю на изнаночную сторону также вот петлю снимаю нить рабочую перекручиваю на обратную сторону образуя двойную петельку так и сейчас продолжаю вязать резинку 2 на 2 2 лицевых петли 2 петли изнаночных 2 петли лицевых 1 2 петля изнаночная лицевая вот идет наша двойная петля эту двойную петлю которую мы перетягивали мы сейчас должны провязать вот две петли этих вместе за две стенки лицевой петлей плюс еще одна петля по рисунку изнаночное вязание разворачиваю снова на обратную сторону с обратной стороны первую петлю снимаю рабочую нить перекручиваю вот на себя образуя двойную петельку и дальше продолжаю вязать резинку снова 2 на 2 до двойной петли лицевая лицевая изнаночная изнаночная вот идет наша двойная петелька то есть вот одна и вторая стенка петли я провязываю эту двойную петлю вот как две петли вместе вот лицевой петлей плюс еще одна петля лицевая после двойной и сразу вязание разворачиваю снова на изнаночную сторону то есть вот рабочая нить расположена перед работой первую петлю я снимаю рабочую нить перекручиваю на обратную сторону образуя двойную петлю и вот изнаночной стороны продолжаю вязать резинку 2 на 2 до двойной петельки и вот мы довязали до вот нашей двойной петли сейчас эту двойную петлю мы должны провязать как две петли вместе изнаночной петлей так я сейчас провяжу вот за заднюю стенку две петли вместе изнаночной петлей плюс еще одна изнаночная петля вязание разворачиваю на лицевую сторону то есть смотрите когда мы провязываем 2 петли вместе здесь мы смотрим так чтобы с лицевой стороны у нас эта петля лежала красиво то есть вот у нас ничего не видно у нас идет ровная лицевая дорожка с этой стороны тоже самое идет ровная лицевая дорожка сейчас вот здесь мы будем провязывать две петли вместе поэтому петлю снимаю так нить перекручиваю на себя образуя вот двойную петельку и далее продолжаю вязать резинку 2 на 2 снова до двойной петли лицевая петля так и вот наши идет двойная петелька за переднюю стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей плюс одна петля изнаночная и вязание разворачиваю вот на изнаночную сторону теперь таким образом сейчас самостоятельно мы должны довязать вот нашу пятку ровно как раз таки до вот этих маркеров то есть вот петлю снимаю перекручиваю ее вот сейчас на себя образуя двойную петельку и с изнаночной стороны провязываю резинку 2 на 2 до двойной петли в конце вот ряда так мы вяжем вот сейчас чашечку пятки до маркеров и так смотрите вот я сформировала чашечку нашей пятки то есть я вязала укороченные ряды и довязала вот с одной и со второй стороны до маркеров теперь мы с вами будем вязать наш носочек круговыми рядами то есть вот около маркера нить я первую снимаю перекручиваю также эту нить сейчас на обратную сторону образуя петельку и вот продолжаю вязать сейчас пятку провязывая вот резинку 2 на 2 2 лицевых и вот две петли изнаночных и вот я довязала до маркера в конце ряда вот у нас двойная петелька сейчас здесь мы эту двойную петлю по рисунку должны провязать вот и изнаночной петлей так провязала маркер перебрасываю на правую спицу и довязываю до конца этот ряд то есть если относительно узора который мы вывязываем это мы сейчас с вами провязали получается сорок пятый ряд сформировали вот чашечку пятки и сейчас мы когда довяжем ряд до конца будем приступать к вязанию сорок шестого ряда это там где мы вяжем узор и начиная с сорок шестого ряда мы с вами будем делать убавление петель на вот этой пятки каким образом мы будем делать эти убавления сейчас я вам покажу но вот запишем сначала ряды сейчас мы будем приступать к вязанию сорок шестого ряда и мы сейчас на пятки будем делать вот первое убавление то есть петли на первой спице я сейчас должна провязать вот по рисунку провязываю резинку 2 на 2 то есть так мы вот сейчас провяжем вот этот участок ровно до маркера до пятки вяжем обычную получается сейчас резинку 2 на 2 и так вот я практически довязала до первого маркера так маркер перебрасываю на правую спицу и теперь мы с вами вот здесь по краям точно так же как мы делали прибавление через ряд через заряд мы будем эти петли убавлять в принципе здесь без разницы смотрите как получается у меня с краю идет одна изнаночная петля с учетом сделанных прибавок которые мне были необходимо дальше идут 2 лицевых петли получается у вас 2 лицевых петли значит убавляем начиная вот с лицевой петли смысл убавок у нас будет заключаться в том что в начале мы с вами будем провязывать две петли вместе с наклоном в левую сторону а вот здесь в конце около второго маркера мы будем провязывать две петли вместе с наклоном в правую сторону это если вот у вас будут идти допустим лицевая петля впереди у меня идет петля изнаночная впереди в конце также изнаночная петля поэтому здесь смотрите я буду провязывать изнаночная плюс следующая петелька у меня еще здесь в начале идет двойная петля поэтому вот двойная петля плюс лицевая петля вот этих получается 3 петли я провязываю вместе изнаночной петлей за переднюю стенку провязала хорошенечко ниточку подтянула и далее продолжаю вязать резинку 2 на 2 то есть уже получается 1 лицевая 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных не довязывая до вот этого 2 маркера 2 петель и вот у меня в конце ряда остается лицевая петля и вот идет изнаночная петля в конце ряда 2 этих петли мы будем провязывать вместе изнаночной петлей но я сейчас лицевую петлю разверну так чтобы правая стенка располагалась за работой после чего вот за заднюю стенку петель я провязываю сейчас 2 петли вместе изнаночной петлей то есть вначале 2 петли изнаночной я буду провязывать вместе за переднюю стенку а в конце я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей за заднюю стенку этих петель маркер перебрасываю и довязываю до конца этот ряд то есть провязывая сейчас получается резинку 2 на 2 и вот мы с вами сейчас сделали первое убавление как я сказала убавлять петли мы будем через один ряд поэтому сейчас сорок седьмой ряд и просто второй ряд там где мы формируем убавки мы провяжем все петли по рисунку то есть не делая никаких убавлений так и относительно нашего узора раз два три 4 5 6 так и в пятидесятом ряду мы должны будем делать обвитие петель сейчас мы вот вяжем вот сорок седьмой ряд и здесь как я сказала мы провязываем просто все петли по рисунку встретимся с вами в сорок восьмом ряду ну или в третьем ряду убавок и еще раз буду показывать вам как мы будем провязывать наши убавки и так сорок седьмой ряд или второй ряд где мы формируем убавки я провязала и сейчас до первого маркера я провязала еще сорок восьмой ряд или третий ряд и сейчас мы с вами вместе еще раз провяжем убавление то есть вот я довязала до маркера маркер перебрасываю на правую спицу теперь у нас вот идет изнаночная петля и следующая лицевая петелька в данном случае это вот уже идет одиночная изнаночная петля я эту изнаночную петлю сейчас разверну так чтобы правая стенка изнаночной петли располагалась перед работой после чего изнаночная плюс следующая лицевая петля 2 этих петельки за переднюю стенку я провязываю вместе изнаночной петлей после чего продолжаю вязать этот ряд до 2 маркера провязывать вот все петли я буду по рисунку то есть продолжаю вязать резинку 2 на 2 до 2 маркера я сейчас не довязываю 2 петель перед вторым маркером мы сейчас также будем провязывать две петли вместе и здесь вот перед маркером у нас идет лицевая и изнаночная петелька первую лицевую петлю я разверну сделаю так чтобы правая стенка лицевой петли располагалась за работой после чего вот за заднюю вот правую стенку 2 этих петли я провязываю вместе изнаночной петлей провязала маркер перебрасываю на правую спицу и дальше заканчиваю вязать этот ряд провязывая вот резинку 2 на 2 и таким образом мы сейчас должны самостоятельно провязать все убавки так это третий вот ряд с убавками мы провязали дальше сейчас следующий круговой четвертый ряд с убавками или сорок девятый ряд где мы вяжем вот узор мы должны провязать просто лицевыми петлями далее в пятидесятом ряду на передней вот спицы мы сделаем обвитие петель и это будет у нас идти пятый ряд убавок и в пятом ряду убавок мы также после первого и перед вторым маркером будем провязывать две петли вместе то есть это будет идти 5 убавление петель таким образом я сейчас провяжу необходимое количество убавок далее подключусь и покажу сколько это у меня получилось в провязанных рядах и так вот я вырезала сейчас всю нашу пятку то есть в начале мы с вами делали прибавку и вот здесь в конце я эти петли убавляла и начинали вязать пятку мы с двух изнаночных петель то есть вот здесь на 2 центральных изнаночных петли мы вот развешивали маркеры и заканчиваем мы вязать нашу пятку делая убавление петель через один ряд до тех пор пока вот на спицах у нас также в центре должно остаться вот 2 изнаночных петельки сейчас носочек когда я свяжу я его постираю петли станут более ровными красивыми и аккуратными по передней части я продолжаю вывязывать узор то есть смотрите сейчас на данном этапе когда мы вывязали нашу пятку полностью сделали необходимое количество убавлений теперь мы просто ровным полотном будем вязать длину нашего носка до мыска на передней части я продолжаю формировать узор все остальные вот здесь петли мы будем провязывать по рисунку то есть получается будем вязать обычную резинку два на вот здесь эти маркеры мы можем уже убрать они нам больше не нужны так и теперь смотрите я в процессе скажем так вязание пятки записывала провязанные ряды если мы будем говорить про вот эту переднюю часть то здесь вот у меня всего провязано сейчас 67 рядов значит на прибавки вот здесь мне понадобилось вот 22 ряда и соответственно вот здесь я начала провязывать убавление петель через один ряд и соответственно на убавки петель мне также понадобилось два ряда то есть сейчас закончила и вязание я провязав 22 ряд это там где я формировала убавки и шестьдесят седьмой ряд это где мы считаем вот нашу переднюю часть носочка и здесь смотрите так вот наш носочек будет сейчас смотреться на манекене и мы сейчас должны провязать это ровное полотно пока вот как раз таки наше это полотно должно перекрыть верхушку мизинца поэтому вот этот участок скажем так от пятки до мизинца у каждого из нас будет отличаться так как как раз таки этим размером мы сейчас и будем регулировать размер наших носочков то есть чем длиннее мы сейчас провяжем наш носочек вот от пятки до верхушки мизинца тем на больший размер мы получаем эти носочки с учетом того что свои носочки я вяжу не на большой размер ноги поэтому мне здесь осталось провязать в принципе не так много ну а вы соответственно вяжите то количество рядов которое вам необходимо и так закончила вязать и я длину носка до мыска провязав сейчас семьдесят восьмой ряд ориентируясь как раз таки на вот эту переднюю часть где мы вяжем узор не буду сейчас измерять провязанный участок в сантиметрах так как полотно идет такое сжатое еще и в любом случае точно размера я вам сейчас не измерю поэтому сейчас давайте для наглядности ну вот допустим на вот здесь стыке повешу марки так чтобы мы могли измерить провязанный участок в сантиметрах чуть позже когда свяжем всю длину носка то есть получается я сейчас сделала обвитие и все больше вязать резинку 2 на 2 я не буду сейчас переднюю часть мыска я буду вязать просто лицевыми петлями поэтому сейчас мы с вами будем провязывать первый ряд убавок и здесь сейчас все мы вяжем получается первую петлю лицевую вторую петлю провязываю лицевую и сразу следующих 2 петли 3 и 4 петля от края буду провязывать и вместе с наклоном в левую сторону поэтому лицевую петлю я разворачиваю так чтобы правая стенка располагалась за работой после чего 2 петли провязываю вместе лицевой петлей за заднюю стенку этих двух петель так дальше вяжу петли лицевыми все петли я вот здесь сейчас провязываю лицевыми за правую стенку каждый из этих петель и вот сейчас на нашей первой спицы мы не довязываем до конца ряда последних 4 петли лицевая лицевая и вот еще одна петля лицевая и у меня остается в конце ряда 4 петли сейчас также сразу вот первую и вторую петлю мы будем провязывать вместе с наклоном в правую сторону здесь я сейчас должна развернуть первую изнаночную петлю и вот за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или вот наклон у меня идет в правую сторону после чего я провязываю лицевую петлю и еще одна петля лицевая и вязание я сразу разворачиваю на обратную сторону там где мы вяжем подошву на 2 спицы я буду убавлять петли точно так же то есть сейчас одна лицевая петля от края 2 лицевая петля следующую получается третью петлю я разворачиваю так чтобы правая стенка располагалась за работой после чего две петли за заднюю правую стенку провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону после чего вот я провязываю снова все петли лицевые не довязывая до конца ряда последних 4 петли и так вот в конце ряда осталось 4 петельки здесь я сейчас должна развернуть изнаночную петлю далее вот две петли я провязываю за переднюю правую стенку две петли вместе лицевой петлей и вот еще две петли лицевых и вот мы с вами провязали первый ряд мыска и сделали первое убавление петель сейчас следующий ряд мы с вами будем провязывать просто лицевыми петлями так как сейчас вот мы с вами будем делать убавки через один ряд то есть вяжем третий ряд мыска и здесь в этом третьем ряду я провязываю все петли лицевые за правую в моем случае переднюю стенку этих петель и так вот здесь я записала мысок сейчас которым мы с вами вяжем и в первом ряду мы сделали убавление второй ряд мы просто провязали лицевыми петлями приступаем к вязанию 3 ряда в третьем ряду мы также будем сейчас убавлять петли и здесь сейчас смотрите я провязываю одну петлю лицевую вторая петля лицевая в начале ряда мы будем провязывать вот третью и четвертую петлю вместе в начале этих две петли мы будем провязывать вместе с наклоном в левую сторону поэтому и первую и вторую петлю я разворачиваю сделаю так чтобы правая стенка располагалась за работой после чего за заднюю правую стенку две петли провязываю вместе лицевой петлей после чего провязываю снова все петли лицевые не довязывая в до конца ряда последних четырех петель и вот в конце ряда остается последних четыре петли правая стенка этих двух петель у меня сейчас расположена перед работой поэтому здесь ничего не переворачивая две петли провязываю за переднюю правую стенку вместе лицевой петлей или вот наклоном в правую сторону далее две петли лицевых это мы провязали петли на первой спице вязание разворачиваю на обратную сторону и на второй спице я сейчас буду также делать убавление то есть в начале ряда я провязываю вот одну и вторую петлю лицевую дальше две петли я разворачиваю после чего за заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону после чего провязываю все петли лицевые не довязываем до конца ряда последних четыре петли когда в конце ряда остаются последних 4 петли за переднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей плюс еще 2 обычных одиночных лицевых петельки то есть таким образом я сейчас буду дальше продолжать делать убавки следующий четвертый ряд я провяжу просто лицевыми петлями сейчас самостоятельно я сделаю все убавления на мыске точно так же как я сейчас вам показала и дальше подключусь покажу в каких рядах и сколько петель я всего убавила и так вот я сформировала мысок и здесь на спицах смотрите я оставила три шесть семь восемь восемь петель на одной спице и 8 петель на 2 спицы вот таким образом это у меня смотрится при желании можно эти петли сейчас сшить способом петля в петлю но я оставшиеся петли буду просто стягивать и теперь покажу сколько рядов я провязала этот мысок и в каких рядах я делала убавление и вот можно посмотреть значит смотрите 4 раза я провязала делая убавки через один ряд это получается я провязала восемь рядов делая убавки через один ряд далее 9 10 11 и 12 ряд я провязала делая убавки в каждом ряду и теперь вот такая форма у нас получилось мне все нравится и как я сказала оставшиеся петли я буду просто стягивать поэтому вязание я держу сейчас получается подошвой к себе то есть здесь на этой спице расположена последняя провязанная петля и сейчас вот идя против часовой стрелки я все петли сначала с 1 и далее со второй спицы пересниму на последнюю провязанную петлю то есть сейчас в конце у меня должна остаться всего лишь вот это одна последняя петелька и вот у меня идет последняя провязанная петля я сейчас беру и вот аккуратно эту петельку вытаскиваю по длине и спицы мы можем уже отложить и ниточку вот здесь отма . мы обрезаем дальше смотрите в эту нашу последнюю петлю во внутрь я продеваю кончик нити которые я обрезала от моточка и аккуратно вот я петельку эту затягиваю теперь смотрите с помощью крючка этот кончик нити я сейчас выведут на изнаночную сторону и дальше наши носочки мы должны будем вывернуть также на изнаночную сторону и все кончики которые у нас есть у меня их всего лишь два то есть вот здесь от наборного края и от вот края где мы сейчас закончили вязать наш носок эти два кончика я спрячу самостоятельно по изнаночной стороне и давайте я сейчас вам измерю сколько мне понадобилось сантиметров на убавление вот здесь на мыске посмотрите ровно вот если в центре измерять от узора где мы начали вязать лицевую гладь ровно четыре сантиметра нам необходимо вот здесь для убавления петель на мыске так и вот смотрите носочек я вот таким образом разложила я его только связала не стирая то есть вот идет от угла пятки ровно до мыска длина ну смотрите где-то двадцать вот три сантиметра то есть получается вот этот участок то есть от того момента где мы закончили вязать пятку до вот здесь начало убавлений на мыске вы могли бы провязать большее количество сантиметров тем самым получив носочки на больший размер ноги вот такой красивый узор у нас будет идти по передней части и все носочки наши полностью готовы сейчас я вам вставлю фотографию как этот носочек будет смотреться в уже постиранном высушенном состоянии поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал сейчас мы с вами будем прощаться до новых встреч и всем пока пока